Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на Крушителя. Уникален ли он? Да, безусловно. Идеален ли? Вот здесь я уже не соглашусь. Сделаем абсолютно честный обзор, выкатим его из ангара, обсудим ТТХ, короче говоря, займемся привычным для нас делом. Ходит слух, что Крушитель возможно появится в одной из ближайших рулеток в игре. У меня нет проверенной информации, поэтому комментировать это мне очень сложно. Но я больше чем уверен, что если такая рулетка в игре все-таки появится, то будет огромное количество игроков, которые захотят слить свою голду или реальные деньги на то, чтобы данную машину себе заиметь. Почему? Ну потому что эта машина мечта, потому что действительно на своем уровне это имбище. Во всем ли? Нет, безусловно не во всем. Давайте сначала по плюсам машины. Самым огромным плюсом данной машины является то, что она обладает просто бешеной альфой в 640 единиц на базовом снаряде. Нет машин среди тяжелых танков на 8 уровне, да и на 7 уровне, простите, да и на 8 уровне тоже многие будут подтирать себе ноздри, глядя на урон, который вы наносите. Но все-таки вы расплачиваете за эти 640 единиц средней альфы на базовом снаряде просто бешеным временем сведения, огромным разбросом, крайне косым орудием, потому что даже при полном сведении не факт, что ваш снаряд полетит туда, куда надо, а значит на средних и на дальних расстояниях на крушителе отыгрывать крайне сложно и безумно дискомфортно. Ты очень часто расстраиваешься из-за того, что потенциальный урон в полтысячи ушел просто куда-то в пустоту. Что касается пробития, это один из минусов по орудию, 147, ребят, с учетом того, что я поставил себе калиброванные снаряды. Я решил, что лучше заплачу за большее пробитие дополнительной секундой с копейками ожидания времени перезарядки, чем буду мучиться с пробитием в 140. Это действительно мучение, особенно когда против восьмерок ты заходишь, потому что мало того, что у тебя пробитие недостаточное, так еще и для того, чтобы выцелить какую-то серую зону, тебе надо просто конское количество времени на то, чтобы орудие свелось, ну и дальше ты начинаешь молиться и держать пальцы крестиком, чтобы еще и прилетело туда, куда ты свелся. Что касается осколочно-фугасных, все очень круто, 960 единиц средних, позволяет вам ваншотить легкие танки, допустим, осколочно-фугасными с пробитием в 94 мм, великолепно, все супер, главное, чтобы пробитие охватило. Дополнительным минусом по орудию является минус 6. Крайне дискомфортно, да, безусловно, и броня не та, которая позволяет вам отыгрывать от башни где-нибудь от неровностей, но именно от башни и стоит играть, если вы хотите подольше пожить, потому что корпус у вас абсолютно пробиваемый, пробиваемый всеми, даже одноклассниками, а по башне здесь есть варианты. Есть вариант, что у вас будет рикошет от ваших щек, ну и, соответственно, есть довольно-таки большое количество игроков среди соперников, которые не хотят стоять и выцеливать лоб вашей башни, который, кстати, пробивается, ребят, здесь не такая уже большая броня, 155 с приведенкой, ну просто потому что пока они будут выцеливать вас, вы-то тоже выцеливаете, и когда они вам кинут 250, вы в ответ кинете 500, поэтому в такой размен многие идти не хотят. Что касается сравнения с другими танками на уровне, то ДПМ классный, вопросов нет, есть круче, но только у тех ребят, которые гораздо быстрее перезаряжаются, типа Блэк Принца или ФВ-201, но, как я говорил, основной плюс данной пушки это Альфа, 640 единиц, которая самая высокая на левеле. Что касается дополнительных плюшек, так это то, что здесь 150% доходности, хотя уверен, что многие катали бы даже если бы в минус уходили, ну просто потому что фан неимоверный, когда ты за бой делаешь вообще налегке 2500-3000 урона, а это всего лишь 4 или 5 выстрелов на крушителе, и при этом делаешь еще несколько фрагов. 60% побед говорят о том, что машина действительно классная, действительно результативная, и обратите внимание, 3200 игроков ее катали. То есть, говорит о чем? Говорит о том, что огромное количество игроков являются крайне полезными для своей команды и в основном приносят победу своей команде. Такой же по популярности плюс-минус уничтожитель, но сравнивать их глупо, потому что у уничтожителя 3 снаряда с возможностью стрелять исключительно одновременно ими, необходимо привыкнуть к этой пушке, понимать куда ты целишься, понимать куда сейчас твой соперник поедет, короче говоря, совсем другой геймплей. И здесь, ребят, на уничтожителе 56%, то есть у крушителя при таком же количестве плюс-минус игроков, играющих процент по победам существенно выше. Ну что, то, что можно было обсудить про машину, стоя в ангаре или в каких-то сравнительных таблицах, обсудили, ну а теперь давайте просто возьмем машину и отправимся в бой. Какие мои ожидания от крушителя? Я не вешаю ему лавровый венок на голову и не говорю, что это идеальная машина, самая лучшая в игре. Он далек от идеала, серьезно. Он просто-таки собиратель машин, начиная с половины боя, да, то есть половину боя тебе необходимо сначала поиграть, а вот потом во второй половине боя ты начинаешь просто ездить и собирать своих соперников в ангар, потому что, в принципе, на своем седьмом уровне машины, как правило, к середине боя уже подбиты до половины, и теперь представьте себе, что, допустим, там ту же самую МТ-25 вы за один выстрел выносите, если его хотя бы чуть-чуть подранят. То же самое касается и многих других машин. Если что, необходимо просто подождать, необходимо подождать момента, когда ваши союзники немножечко подранят ваших соперников. Вы же в это время можете вполне спокойно брать себе какую-нибудь такую выжидающую позицию, ждать за зеваку. Вот сейчас ему очень сильно фортануло. То, что я говорил, орудие точностью не отличается. Это, ребят, при том, что я абсолютно полностью свелся, танк находился в абсолютном спокойствии, и я все равно не смог в него попасть. Как вы видите, башня принимает попадание, но с рикошетами. Понятное дело, что с борта башни залетает просто на ура, борт башни мягкий, вопросов нет. Ну что, попадем в него? Нет. Сводимся. Бешеное долгое время сведения, но 670 единиц урона, и мне кажется, оно того стоит. Ну а вот сейчас начинает становиться неприятно. Меня зажали. Мне особо отходить некуда. Ток-2, да, пускай не сильно уронное орудие имеет, но он имеет точное орудие и довольно быстро перезаряжается. Привет, брат. Давай с тобой будем размениваться. Теперь я поремкаюсь, ускорю время перезарядки. Ты в меня закинешь, а я, даст бог, успею закинуть в тебя. Хотя есть у меня сомнения, конечно, потому что перезаряжается он неплохо. Вот так вот получается. Такс. Скорее всего, сейчас сюда едет Тог. Мне необходимо каким-то образом его поехать встретить. А вот и он. Встречаю его уроном в 630 единиц. Сделал ли я что-то для победы? Думаю, сделал. Насколько годно сделал, не знаю. Но то, что я накосил нормальное количество урона в данном бою, практически ничего не делая. Это факт. Также является фактом то, что крушитель абсолютно спокойно пробивается. Да, меня не пробивали, как я говорил, по щекам башни. Здесь практически постоянно рикошеты происходят. Но стоит вам немножечко довернуть башню сильнее, чем нужно, для того, чтобы вас не пробили. Ну и, соответственно, вас сразу пробивают. А сковоречник такого размера, что промахнуться практически невозможно. То же самое касается корпуса. Корпус бьется везде. В планку мехвода, в нижний бронелист. В верхний бронелист, да, периодически бывают какие-то рикошеты, только лишь потому, что здесь очень хорошая, как видите, приведенка. Здесь очень хороший наклон брони. Но, в целом, если вдруг на какой-то неровности, то тоже пробивают. Корма и борта, понятное дело, что пробиваются вообще без печали. Ну что, досматриваем бой. Я вставлю все-таки ставку на тога, потому что у тога скорострельность, у тога уровень пробития. Ну а у ледокола есть, конечно, альфа, но явно недостаточная для того, чтобы тога разобрать. КДшки просто не хватит. Ну, проигрыш, значит проигрыш. Значит, так и будет. Ну что, смотрим на результаты боя. Берем крушителя и едем в следующий бой. Я специально не буду вырезать из этого обзора, ровно как изо всех своих обзоров, проигрышный бой. Ну просто потому, что я не хочу канонизировать какую-то из машин в нашей игре. Я хочу показывать машины такими, какие они есть на самом деле, и что они вам принесут, когда они будут в ваших руках, если вы среднестатистический игрок. Абсолютно не напрягаясь, практически ничего не делая, я сделал 2400 единиц урона и один фраг. Это говорит о том, что машина, она в принципе та, которая вытягивает бой на своем уровне. На ней держится все, если вы попадаете в бой. И на ней как раз и держится ваша победа, если она такой будет. Поражение здесь сейчас не потому, что я там кардинально плохо как-то отыграл. Возможно, если бы я отыграл чуть лучше и, допустим, там смог бы все-таки с тогом пободаться и тога бы разобрал. Да, это было бы победой для всей команды. Но все-таки вся команда не очень круто отыграла, особенно нижние двое игроков. Если бы они отыграли чуть-чуть лучше, возможно, мы бы все-таки победу одержали. И проблема с проигрышем в данном бою явно не на стороне Крушителя. Крушитель действительно очень много может. И парадокс машины заключается в том, что практически в каждом бою, в котором вы прожили хотя бы половину боя, вы будете занимать топ-3 по урону. Вне зависимости от того, это будет проигрышный бой или это будет победа, вы просто за 4 выстрела сразу занимаете первое место в своей команде по урону. За 5 выстрелов вы однозначно его никому не отдадите, это первое место. Машина парадокс. Да, с огромным количеством плюсов, но имеющая, безусловно, и свои минусы. Всегда приходится чем-то за что-то расплачиваться. В данном случае я понимаю, за что я расплачиваюсь. Допустим, безумно косым орудием. Я расплачиваюсь за возможность выносить соперников в ангар за один выстрел. Это действительно очень круто. Я расплачиваюсь за то, что с одного выстрела я могу сносить, грубо говоря, там, треть хп у своего соперника, если он ни разу еще не получал ни одной тычки от моих союзников. Это действительно очень круто, действительно очень классно. Хочу ли я себе крушителя на основу? Однозначно хочу. Хочу это одна из самых лучших машин в игре на своем уровне по своему потенциалу приносить удовольствие от боя. Я зацениваю машины не только потому, что они могут дать мне по результатам боя в виде, не знаю, там, нафармленного серебра или подобных вещей. Я зацениваю машины, в первую очередь, по тому, сколько фана и кайфа я могу от машины получить. Ну что, рискнем? 537. Довольно неплохо. Единственное что, я промахнулся и нажал, я хотел фугас ему закинуть. Ну да ладно. Не вышло фугасом. Поиграем так. Иди сюда. Вернись ко мне. Я хочу тебя отправить в ангар. Нет? Нет, помидор. Такс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спасибо союзникам, они меня поддержали, это действительно классно. Блин, успели добрать раньше меня. Е25, едь-ка ты сюда. Брат, прости, пожалуйста, я пытался, честно, ты слишком ровно сдаешь назад. Иди сюда, в конце концов. Крайне клевая машина, крайне веселая. И за уровень фановости, веселья и кайфа, который можно получать от данной машины, я ставлю ей однозначные 10 из 10. Пускай косая, пускай не самая там какая-то бодрая, лаганула сейчас довольно жестко. Пускай не самая бодрая в отношении там передвижения, хотя в целом достаточно. Пускай с крайне долгим временем КД, но опять-таки его можно научиться применять в игре. Ладно, поехали. Т-2020 попытаемся поразбирать. Восьмерка, не сильно бронированная. Возможно, даже и базового снаряда хватит для того, чтобы попадаться. Не хватает, окей. Галда на 520 делает свое дело. Т-2020 решил дальше не рисковать. В принципе, я его понимаю. 600 урона, как с куста, и Т-2020 становится, простите, крайне обиженным на хпшку. Да, не вытащим бой, остался наш один союзник, и понятное дело, что ему всего 31 хп, ровным счетом ничего не светит, не сдается, обязательно поставлю ему лайкосик. Но, ребят, давайте сейчас посмотрим на результаты боя по количеству нанесенного урона. И опять-таки зададимся вопросом, данный бой проиграл конкретно Крушитель, или сама команда не смогла реализовать, весь тот вклад, который Крушитель сделал в победу. Смотрим на результаты. Больше чем уверен, что мы займем в очередной раз, как минимум, второе место, а то и первое место по количеству нанесенного урона. И от себя я могу, суммируя, сказать следующее. Крушитель – это та машина, которая делает максимум для победы, и делает постоянно одинаковый ровный вклад в вашу победу. Единственное, что здесь остается под вопросом, что с этим вкладом, что с тем, что вы делаете для победы, сделает ваша команда. Если ваша команда сможет ваш вклад в победу поддержать и реализовать, то победа у вас будет однозначна. Если же команда этого реализовать не сможет, то вы самостоятельно один в поле не воин. С вашим диким временем перезарядки вы действительно можете наносить мега уроны за каждый бой, практически не потея. Но это не значит, что вы победите, потому что самостоятельно с таким временем КД против кого-то сопротивляться, ну поистине сложно. Вот такой вот он, абсолютно уникальный Крушитель, это абсолютно честный обзор, ничего не рекламируя, ничего не скрывая. И помните, что насколько бы машина не казалась имбовой, насколько бы ее не расхваливали, все-таки необходимо смотреть на те обзоры, которые покажут вам, как эта машина будет смотреться в ваших руках. На моем канале вы сможете найти обзоры на танки в нашей игре руками среднестатистического танкиста. Я не супер имбовый игрок, я не статист, я не прячусь в кустах тогда, когда этого не надо, для того, чтобы набивать большой урон и рассказывать, что у меня большая сред духа. Поэтому, если вы хотите примерить танк на себя, милости просим ко мне на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу, я стараюсь ради вас. Ну а на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»